Митрополит Челябинский, златоусовский Никодим, совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского на Аломполе Челябинска. Одна из старейших церквей города отмечала в этот день свой престольный праздник. Всю свою земную жизнь святый благоверный князь Александр строил на основах тех заветов, которые давал Господь наш Иисус Христос. Господь, глубокая вера, чистое сердце и горение за ближних своих – вот то, что каждый мог бы сказать об Александре Невском. Несколько сот православных челябинцев пришли в этот день на архиерейскую службу. Престольный праздник храм встречает обновленным. Накануне алтарную часть отделили от молитвенного зала невысоким временным иконостасом. То, что происходит в храме Александра Невского сегодня – исполнение надежд целого поколения верующих. Принципиальное решение о возвращении храма на Аломполе, где располагался зал камерной и органной музыки, было принято только в 2010 году. А концерты прекратились лишь в конце 2013-го. Лишь сейчас в храме на Аломполе начинает формироваться община. Под руководством протеерея Бориса Кривоногова приход делает свои первые шаги. Это большой дар Божий, что Бог сподобился и даровал такой храм нам. Долгое время этот храм был в запустении. Я благодарю Бога, что такой подарок христианам Челебинской эпохи предоставлен. Мария Каретникова – постоянная прихожанка Александра Невского храма. Они с мужем поют в хоре. Правда, сегодня на клирос поднялся только глава семьи. Супруги нагрузки пока противопоказаны, потому что она вот-вот станет мамой. Мне очень надолго запомнится эта подготовка, потому что хор репетировал, собирался. Я лично здесь сидела и слушала. Это были зимние вечера, когда шел снег, падал. Я смотрела и слушала эти прекрасные песнопения, которые сегодня все уже услышали. И слава Богу, что состоялась служба, и все очень здорово идет. Когда литургия окончилась, верующие во главе с Владикой Никодимом обошли храм торжественным крестным ходом. В морозном воздухе далеко по округе разносился колокольный звон.